Магадан укутал белый снег, на дорогах появилась наледь. Такие условия не дают городским службам отдыхать. Техника ГЛУД и сотрудники комбината зеленого хозяйства с самого утра очищают тротуары, парковочные места и проезжие части областного центра. Снег и лед сгребают ковшами тракторов, посыпая песком обновленную поверхность. На основных улицах города вывозят снег. Спецтехника задействована на проспекте Карла Маркса, Болдырева-Ленина, Колымское шоссе, Пролетарская, Кольцевая и во втором проезде Горького. Кроме того, для магаданцев продолжают устанавливать новые остановочные пункты. Это мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной программы совершенствования транспортного обслуживания. В 2020 году было установлено 10 остановочных пунктов. На текущий год планируется установка очередных 10 остановочных пунктов. Сегодня новую остановку монтируют на улице Ленина напротив магазина «Восход». Следующий пункт планируют установить на улице Портовая со стороны движения от морского торгового порта в город. Мы находимся в музыкальном салоне магаданского певца и композитора Вадима Козина. И сейчас мы отправимся в его музей-квартиру, чтобы узнать, как отмечал Новый год опальный орфей. Новый год по старому стилю отпразднуют в квартире музея Вадима Козина. Традиционно с 2006 года сотрудники музея отмечают это событие в доме известного певца и композитора. Музыкант соблюдал традиции, поэтому придерживался юлианского календаря. Отмечал Новый год по старому стилю. Друзья композитора знали о соблюдении традиций и приходили его поздравить 13 января. Главным событием этого вечера было не столько застолье, сколько домашний концерт, когда Вадим Алексеевич для своих гостей исполнял свои лучшие произведения, свои лучшие песни. Потом в конце, так сказать, обычно он что-то дарил своим гостям, он был очень щедр. На праздник Старого Нового года в музей-квартиру Вадима Козина придут около пяти человек. Это люди, которые имеют непосредственное отношение к деятельности композитора. Среди них музыкант Дмитрий Петров, заместитель мэра Юрий Козетов. Также на мероприятии будут люди, которые занимаются изучением биографии магаданского композитора. Это наш какой-то долг уже перед памятью Вадима Алексеевича, потому что если в музее не продолжают жить традиции, которые заложил их хозяин, то музея-квартира уже не будет, она должна оставаться. На праздничном вечере прозвучит рояль Вадима Козина. Будет слышен его голос. За чашкой чая близкие люди-музыканта встретят Новый год. Теперь уже по старому стилю. Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Это неофициальный праздник, который пришел в современную культуру вместе со старым стилем летоисчисления. До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю, поэтому и отмечали праздник в эту ночь. Встречают Новый год по старому стилю не только в России, но и в постсоветских республиках. Согласно приметам, в этот праздник нельзя давать деньги в долг, ссориться, ругаться, сквернословить. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, как они отмечают Старый Новый год. Старый Новый год с хорошими друзьями, загадывать желания. Старый Новый год не как дома спать. Ну как я могу отмечать? Сама даже не знаю. Просто, может быть, соседка посидим, поговорим, телевизор посмотрим, поздравим своих родственников Старым Новым годом. Ну еще как можно его встретить. Я уже не могу куда-то пойти, например, где-то на елку или на горку. Уже такой возраст. Поехать никуда не поеду. Да ничего особенного, дома просто. На работе. 27 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, за весь период выявили 7525 заболевших. С выздоровлением выписали 6943 человека. Умерло 72 человека. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах эксперты призывают надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышения температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. Более тысячи колымских журналистов отметили профессиональный праздник. 13 января, в День российской печати, представители средств массовой информации принимали поздравления. В муниципальном центре культуры Магадана провели торжественный концерт и подвели итоги городского конкурса «Магадан глазами СМИ». Его проводят в 17-й раз. В этом году в конкурсе приняли участие корреспонденты четырех городских телеканалов, газет, радио и интернет-ресурсов. Приглашенные гости охотно поздравляли всех причастных к профессиональному празднику. Хотелось бы поздравить, в первую очередь, конечно, это ветеранов, это молодых журналистов, ну и те, кто уже сегодня профессионально достаточно работает на стезе журналистики. Поздравляю всех сотрудников с замечательным праздником. Ваша профессия нам очень важна и нужна. Именно вы рисуете, пишете, озвучиваете всю нашу замечательную магаданскую жизнь, как и за город Магадан, и за нашу область, так и за Российскую Федерацию. С праздником вас! Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем Российской Печати, желаю здоровья, творческих успехов и финансового благополучия. Всего на конкурс представили более 90 работ, радио и видеоматериалов. Также благодарственными письмами наградили редакторов магаданских СМИ и ветеранов журналистики. Главный приз достался журналисту телеканала «Россия-1» Анастасии Якубек. На ежегодной пресс-конференции сотрудники Пенсионного фонда России поздравили журналистов Колымы с Днем Российской Печати. 13 января работники СМИ отмечают это событие. Праздник связан с исторической датой – началом издания первой печатной газеты «Ведомости». Сотрудники ПФР поблагодарили журналистов за сотрудничество. Я с огромным удовольствием благодарю вас за сотрудничество в лице присутствующих сегодня здесь журналистов и, естественно, тех, кто увидит нас на ваших каналах, нашу передачу. За наше взаимовыгодное сотрудничество. Вы всегда откликаетесь, всегда приходите, всегда вовремя, своевременно подаете ту информацию, которая людям необходима. И от всей души я желаю, чтобы у вас было как можно больше положительных информационных поводов, которые радовали бы вас, радовали людей. Также работники ПФР пожелали журналистам финансового благополучия. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в этот день сотрудников СМИ поздравляют во всей стране, проводят торжественные мероприятия, конференции и семинары. Также в этот день магаданских журналистов поздравил мэр областного центра Колымы Юрий Гришан. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем Российской Печати. В Магадане этот праздник отмечают сотни представителей средств массовой информации. Именно вы во многом определяете настроение в обществе, к вам прислушиваются, уважают, доверяют. Ведь точная и объективная информация – это важный ресурс. Он способствует развитию государства и общества. В этой сфере всегда работают люди творческие, талантливые, неравнодушные. Важно, что ваше дело помогает не только в реализации важных социальных проектов, но и позволяет оперативно выявлять и решать острые проблемы, держать руку на пульсе города и страны. 2020 год стал непростым для всех профессии. Вам также пришлось работать в новых условиях, находиться на передовой. Несмотря на трудности и ограничения, вы нашли новые способы подачи информации. Замечательно были освещены мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, Дню Города, множество онлайн-конкурсов и событий. Спасибо всем вам за ваше неравнодушие, за активную жизненную позицию, за профессиональное мастерство. Всегда искренне рад общению с вами. Желаю вам новых ярких проектов и публикаций, вдохновения, высоких тиражей и рейтингов.